они высасывают твою силу и энергию 7 вещей от которых необходимо избавиться и так первый пункт который отнимает очень много сил и энергии это долги долги могут быть виде обещаний виде невыполненных обязательств по чуть-чуть это накапливается и в целом создает механизм который отнимает очень много сил и энергии приведу пример вам должны деньги но вы понимаете что этот человек вам не отдает деньги уже месяцами либо годами и скорее всего вы даже подозреваете что вряд ли отдаст и вы об этом переживаете вы об этом думаете вы о себе этому человеку напоминаете но в глубине души вы уже понимаете что вам деньги не вернут вы спросите а что же с этим делать что а что что не думать об этом запретить себе мысли об этом нет есть такой термин как зафиксировать убытки да то есть вы фиксируете что да я дала деньги какому-то человеку или дал мне эти деньги не вернули все я фиксирую бы так в финансах в бизнесе в бухгалтерии есть такой термин фиксация и сначала это неприятно но в целом вы отпускаете вот этот механизм и когда вы бесконечно об этом думаете бесконечно об этом злитесь и теряете об это очень много сил если вы кому-то на должны деньги или если вам должны деньги пожалуйста подумайте о том как вы это можете закрыть как можно быстрее я сейчас не веду речь про знаете ипотеки например или когда ваша инвестиция денег вам нужно было к это сумма денег и вы инвестировали для чего-то на для того чтобы жить в своем жилье либо для того чтобы проходить какое-то качественное обучение изучение профессии я сейчас говорю больше про бытовые вещи второй пункт который отнимает очень много сил и энергии это как ни странно бывшие я не говорю о том что нужно избавляться от обязательств перед общими детьми я сейчас говорю про общение да и конечно же если вы понимаете что вам это не мешает что вас это не отнимает силы не погружает какие-то в прошлые воспоминания тогда ничего страшного но я сейчас веду речь про большинство так вот большинство этих бывших продолжают нести в свою настоящую будущую жизнь и потом удивляются а почему я в настоящем не могу построить отношения а почему нормальные мужчины не притягиваются какое правило я использую и не всем она нравится я должен избавить себя от любых возможностей коммуникации с этим человеком то есть я отписываюсь соцсетях я блокирую соцсетях и тем самым я и бывшим помогаю меня быстрее забыть ко мне не возвращаться чтобы быстрее она жила той жизнью которой она достойна если вам откликается моя идея о том как завершать отношения с бывшими и вы готовы это попробовать и проэкспериментировать тогда прямо сейчас ставьте лайк под этим видео третье что отнимает очень много сил и энергии это обиды это негативные чувства это тяжелые чувства часто другие люди виноваты в том что мы чувствуем себя плохо но если мы продолжаем носить тебе эти чувства мы не прорабатываем это то значит мы сами себе хуже делаем то есть получается это как будто бы эти портфель рюкзак за спиной и он набит камнями и мы в наших ежедневных задачах носим какую-то дополнительную тяжесть хотя вроде бы как зачем и это конечно же часто отражается девушкам кажется что ну это же не видно ну а ну и что что я обижена бывшего но я приду снова мужчины на свидание это мило поулыбаюсь женщину в прошлом один мужчина обидел ей кажется но все меня один обидел теперь я всем мужчинам не доверяю хотя новые мужчины же не виноваты они вообще ни при чем поэтому если вам хочется комплексно разобраться кто же что же из себя представляет здоровая личность как как формируется здоровая личность начиная с детства а что если детство было не идеальным что в себе нужно прорабатывать ака а что другим людям нужно прорабатывать и в чем им нужна помощь со стороны психолога если вы хотите таким стать тогда приглашаю вас на бесплатный онлайн-курс который называется как стать психологом с нуля помогать себе и другим и зарабатывать на этом достойные деньги то есть если вы хотите сами стать психологом либо для себя хотите в этом профессионально разобраться тогда прямо сейчас под видео нажимайте по ссылке и записывайтесь бесплатно следующий неочевидный пункт звучит так желание всегда быть правым желание всегда уходить в спорах победителем это а чего вы взяли вы что же не можете быть всегда права у другого человека другая точка зрения и просто бывают люди смотрят на дают ту же ситуацию с разных углов и он про и другой прав и она права и он про и тут наверно возникает вопрос тогда что совсем нужно соглашаться не об этом речь просто как минимум обнаруживать себе вот эту интенсию до происходит какая-то коммуникация и тут вы сами того не замечая начинаете с парами из ушей кому-то что-то доказывать ну может остановитесь ну просто ради эксперимента попробуйте если вдруг не понравится вернетесь обратно хороший вопрос я считаю что есть люди токсичные которым у которых природа жить в конфликтах то есть они не могут жить без без конфликтов сказать что они от этого заряжаются я бы не сказал скорее всего они в этом видят смысл своей жизни в токсичности и некой разрушительность счастливы ли эти люди точно нет следующий пункт где мы теряем очень много сил и энергии это когда мы чересчур соединены чересчур слиты с нашими родителями это когда мы на этом примере не живем своей жизнью пример недавнего разбора в соцсетях с девушка из казахстана ей 30 плюс по-моему 35 лет такой милый голос хорошо выглядит судя по фотографиям и она говорит ярослав хочу замуж не могу встретить хорошего мужчину ну я начинаю выяснять в чем ситуация и один из вопросов которые задаю с подозрением некими брюс кем ты живешь с папой игры смысле с папой тебе же 35 папа болеет плохо себя чувствует я ему да я его должна лечить помогать ему и так далее я говорю понял так а сколько еще планируется времени там ему выздоравливать игре не знаю игру то есть правильно понимаю что это может продлиться там еще много лет дальше он говорит ну да все верно в чем здесь пример значит это что нужно бросать родителей и не помогать им не в этом речь тут речь идет про то что девушка она пока что еще слита со своим отцом то есть пока что она еще не вышла из этих детско родительских отношений и не важно сколько ей лет получается что она живет не своей жизнью она ее миссия и мы это обсуждали да это спасать папу и у нее не остается времени энергии на себя заниматься своей жизнью своим развитием строить отношения и так далее то есть место мужчины занято папой правильная позиция это когда ребенок спиной стоит к родителям а родители дышат ему в спину вдыхают жизнь а впереди жизнь ребенка впереди да и впереди будущее но что происходит на примере этой девушки она к будущему своему стоит затылком спиной а к папе развернуто лицом здесь наверное нет правильного ответа или единственного правильного или быстрого решения тут есть цель и задача до родитель болеет нужно обеспечить ему как-то лечение да и при этом нужно как-то жить своей жизнью но мы обнаружили 100 девушкой что она и не хочет жить своей жизнью она хочет спасать папу ее это устраивает и я ее не осуждаю это ее выбор но с точки зрения психологии я ей объясняю почему в ее поле нет не то что нормальных мужчин а вообще нет никаких мужчин следующий пункт который отнимает очень много энергии это сравнение себя с прошлым это сравнение настоящего времени с прошлым временем ну от родителей вы такое могли слышать раньше было лучше а вот раньше было дешевле а вот раньше было спокойнее и у человека даже у него нет сил думать про будущее да и он по сути прокручивает что-то в голове что в итоге от этого человек полу ну вот он прокручивает и что в итоге и в итоге состояние становится еще слабее и мы в настоящем не создаем ничего ценного для себя то есть мы не научиваемся эффективно жить справляться эффективно строить благополучную жизнь в нынешних реалиях следующий пункт это обратная сторона вода есть люди которые живут прошлом а есть люди которые наоборот летают в облаках человек в этом годами а реальная жизнь не меняется но в каких-то пространствах она там летает в облаках я помню таких тоже девушек на разборах у себя в соцсетях прям чеку там я помню женщине было ну под 50 ну реально ощущение что она просто с другой планеты агрит ну вот я сейчас зарабатываю 5000 евро в месяц а хочу 10 тысяч евро в месяц и вот кого денежные блоки хочу я говорю слушай а почему мы не переформулировать цель на более конкретно ну например не 5000 а там в следующем месяце 5 500 заработать там еще через месяц там 5 800 потом 6000 ну по чуть-чуть и плавно дойти до 10 тысяч просто это же конкретнее звучит да это же более реалистично звучит когда я ставлю задачу я зарабатываю 5 хочу 5 500 это же гораздо более понятно звучит для мозга чем как проработать денежные блоки если вам откликается идея о потребности в стабильной прогнозируемой жизни даже в наше нестабильное непрогнозируемое время тогда жмите колокольчик я обязательно сниму видео на эту тему на своем youtube канале